Приветствую вас, давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Меня зовут Алина, мне 18 лет, у меня есть парень, месяц и год и 7 месяцев. За этот год многое в наших отношениях поменялось. Например, мы начали ссориться очень часто, и самое интересное, он срывается на мне и на меня из-за своих же косяков. Он меня начал врать, говорить одно, делать другое. Я начала с депрессии, я начала много плакать, начались панические атаки регулярно. С Валерианкой не расстаюсь, бывает и такое, что у нас всё замечательно, мир и согласие. Также я не даю им играть в игры, так как у меня в прошлых отношениях из-за них был дурдом. Он пообещал не играть, но играет. Говоря мне, что нет, что он либо смотрит видео, либо спит. Мы с ним обменялись паролями от СССР, на всякий случай он заходил с моего телефона на свою страницу, так как у него сел телефоны, а зарядки не было с собой. Я об этом забыл, захотел зайти в свой профиль, на открыл свою страницу, и случайно я увидела приглашение в игру. Я об этом забыл. Так, я не стал говорить об СМС. Он сразу удалил тот момент, когда я гласу, что не будет играть, ибо, как он говорит, я знаю, что ты пережила. Позавчера научил. Он соврал, что лёг спать, но однако он пошёл с другом на вокзал встречать девушку его одногруппника. Он, даже будучи на вокзале, говорил, что дома. Я когда узнал об этом, мне началась истерика, и в обголе, когда любимый врёт. В тот момент, когда я говорю ему, всегда правду и верю к каждому ему слову. Из-за этого, конечно, мы поругались, но он ещё обвинил меня. У меня была ужасная истерика, было до такой степени больно, что я не могла сдержаться. Даже знаю, что у меня проблемы с сердцем. А было ощущение, что я сейчас сошла с ума, я не понимала, почему он так со мной поступает. Я даже разговаривала с Богом, насколько помню. Спрашивала у него, за что он так со мной, чем я это заслужил. Я помню, говорил родного, я себя так сильно люблю, за что ты так со мной. Он тоже никогда мне не врал, всегда, честно, откровенно он со мной был. Я тоже спокойный, я сама по себе. Бывает, когда ругаемся, с ним меня либо истерика, либо паническая атака, либо депрессия. Это началось не так давно, я не отрыцал. Я безумно ревнивый, но ревнивый я не потому, что не доверяю, а потому, что боюсь потерять его. Он тоже такой. Подскажите, пожалуйста, как быть, я очень люблю этого человека, не хочу его терять. Как избавиться от этих депрессий и панических атак? Что мне сказать или спросить у моего молодого человека, чтобы он не врал? Что я могу сделать? Дайте, пожалуйста, совет. Ну, самое лучшее, что вы можете сделать, это вместе с молодым человеком, вместе со своим молодым человеком пойти на психотрепию. То, что вы можете сделать самое лучшее. Потому, что вам обоим нужна помощь. Я, честно говоря, думаю, что вам, совершенно очевидно, как мне кажется, нужно работать, в первую очередь обратить внимание на то, что вы ревнивый, и то, что вы боитесь человека потерять. То есть, как бы, не принимаете факт того, что ваши отношения могут закончиться. А ваш контроль, это про безопасность, ну, вот именно, про безопасность, то есть, как бы, ну, то, что вы стремитесь к такой, вот, пытаетесь себя, как бы, обезопасить, вот. Но, правда в том, что безопасность, она, как бы, зависит только от вас, и то, что вы испытываете, и страх, это, при этом, скорее всего, это, вот, про, как бы, про ваш опыт из вашей семьи родительской. Вот, то есть, надо бы сделать анализ ваших отношений с семьёй, в частности, с папой, с мамой, вот, чтобы увидеть, как бы, основания для такой модели поведения. Если у вас есть депрессия, и, как вы говорите, то вам нужно обратиться к врачу, чтобы вам диагностировали её ЛПТ, или, как бы, опровергли, да, её наличие у вас. Потому что, если у вас депрессия, то вам нужно лечение. Вот, вам нужно лечение, вам нужно помощь. Итак, меня зовут Алина, пишите вы, мне 18 лет. Какое значение для вас имеет возраст? Вы об этом говорите, как бы, вот, ну, первое. У меня есть парень, вместе год и 7 месяцев. Как вы познакомились, что между вами общего, что вас объединяет? Потому что, по описанию, получается, что у вас достаточно такие незрелые, поверхностные отношения, к сожалению. За этот год многое в наших отношениях поменялось. Например, мы начали ссориться очень часто. Да, здесь я бы рекомендовал вам для начала изучить психологическую игру скандал. Ну, вот она в интернете описана. Вот, изучите её, посмотрите. Вследствие чего люди начинают ссориться, да? Но сразу скажу, что одним из основных причин, по которым люди ссорятся, это сдерживание себя в каких-то моментах. Что такое ссора? Ссора – это выплеск. Ну, я думаю. Я надеюсь, что вы не будете с этим спорить, да? Что ссора – это, ну, выплеск, это взрыв, по сути. О, вывод. Когда появляется потребность в взрыве? Когда появляется потребность в том, чтобы был, ну, вот этот выплеск произошёл. Я думаю, несложно догадаться, что нужно это тогда, когда человек сдерживается. Вот, взрывается, да. Вот. Также ссора или потребность в ссоры возникает тогда, когда люди боятся близости. То есть люди боятся эмоциональной, эмоциональной, психологической близости. Вот. И, соответственно, ссоры, ну, как бы, вприсвенно, вот, в данном случае, компенсировать этот аспект. Вот. Вот. Таким образом, получается, что ссора отражает, вот, ряд трудностей. Нервное напряжение, страх близости. А, 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 игнорирование определенных моментов, которые, которые естественным образом происходят в отношениях. Например, в вашем случае ситуация может быть такова, что вы чересчур большого значения придаёте отношения. И чересчур мало внимания уделяете себе в своей жизни. То есть в данном случае можно говорить о том, что вы как-то вот стремитесь, стремитесь к, например, слиянию. То есть стремитесь как бы слиться с человеком воедино. И, соответственно, вас отталкивают естественным образом, потому что как бы, да, это нормально. То есть нормально, когда слишком близко, допустим, приближается, да, один человек к другому. Вот. И хочется немножечко, так скажем, отстраниться. Хочется немножечко, так скажем, отдалиться. Вот. Это нормально. Соответственно, по этой причине могут возникать ссоры. Вот. Естественно, 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 что это не единственная причина, да. Естественно, что причин может быть, ну, больше. Вот. Сейчас я говорю только про самые вот такие общие причины. Вот. И вы говорите о том, что у вас вот в отношениях что-то изменилось вообще. А изменения какие-то, вот изменения, да. Это нормально. Потому что, ну, вы взрослеете достаточно бурно. Сейчас вы взрослеете. Ваш партнер также взрослеет и меняется. То есть нормально, что у ваших отношений, а что вы меняете. Ну, вот такой возраст сначала. Аааа. И важно замечать. Важно замечать. То, что происходит. Что меняется, что изменилось. Что стало важным. Приоритеты. Вот. Тогда. Вот. Дальше. Он срывается на меня из-за своих же косяков. Потому что нет адекватного способа канализации эмоций. Да? То есть, понимаете, вы в данном случае выступаете для молодого человека скорее центром. Скорее мамой. Да? Таким контролирующим органом. Вы вступаете для своего молодого человека. Ну, никак, никак не, там, единомышленникам, соратникам, другом. Да? То есть, как бы, тем, кто поддерживает, кто помогает, кто как-то, ну, раскрывает, может быть, человек. Вот. И канализации эмоций не происходит. Ага. Ну, адекватного отреагирования не происходит. Чув. Адекватного отреагирования эмоций не происходит. К сожалению. И как результат, с эмоциями, с чувствами нужно обратиться. Вот. Вот. Я приведу вам, наверное, только один пример, вот, когда есть какая-то трудность у человека, когда есть какая-то сложность у человека, да? Вот. Если, если бы отношения между вами позволяли бы, ну, как-то это выражать, как-то это, вот, отреагировать, да, вот, как-то реализовывать это, вот, то спокойно можно было бы это как-то выразить. Вот. Но, в силу того, что, возможно, молодой человек, вот, как бы, ну, требует, да? Точнее, не требует, а чувствует, что вы от него на, допустим, постоянной основе требуете что-то, ждете, у вас к нему есть какие-то, вот, ожидания, да? Вот. Он себя сдерживает. А поскольку выше своих, как бы, головы не прыгнешь, вот, и все равно, как бы, не пытался, да, все равно будешь, ну, будешь, так или иначе ошибаться, вот, то, происходит вот то, что вы называете, то, что вы называете срывом. Вот. 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 Если бы срыва не произошло, то было бы вашему мужчине можно сказать, что еще хуже было бы. Вот. А так, какая-то разрядка происходит. Вот. Естественно, да, деструктивнее, потому что, ну, по-другому, как бы, не получается, по-другому не умеет в данном случае. Не молодой человек, да? В данном случае по-другому не умеет. Не... Ну, ну, в принципе, вы по-другому, по-другому, как мне кажется, не умеет. Вот. Дальше. Он мне начал врать. Да? Вот. Что такое бронё? В данном случае бронё – это расщепление. То есть, что это значит расщепление? Когда я, чего-то хочу, мне что-то нужно, но я понимаю, что таким быть не могу, отвергаю это в себе с одной стороны, но в то же время, как бы, такова моя природа и в глубине души мне всё равно этого хочется. То есть, иными словами, я не могу быть собой. Понимаете? Вот. Это, как бы, такой конфликт. И когда подобный конфликт происходит, всегда, всегда начинается ложь. Потому что ложь – это самый лёгкий способ этот конфликт разрешил. Так, как кажется человеку. По крайней мере. Ну, по крайней мере. Поэтому, если вам начали врать, или если, как бы, начали врать, допустим, вы, то где-то началось расщепление. Вот. И я всегда хочу увидеть, где молодой человек пытается быть не тем, кто он есть. Ну, например. Он любит играть. Вы контролируете его и говорите, что он не играл. При этом, вы говорите, что в предыдущих отношениях ваших была такая же история с играми. То есть, вы выбираете себе таких мужчин, которые увлекаются играми. Казалось бы. Ну, не выбирайте мужчин, которые увлекаются играми и всё. Зачем их контролировать? Зачем их отучнять? Да? Казалось бы. Это довольно просто. И логично. Но почему-то вы выбираете именно таких мужчин, которые играют. Почему? Потому что вам нужно перевоспитывать. Ну, это да. Вы вот изо всех, получается, сил пытаетесь перевоспитать. Перевоспитать. Как бы. Ну, перевоспитать мужчину, перевоспитать человек. А в отношениях, как бы, извините, люди друг друга не перевоспитывают. В отношениях, люди принимают друг друга. Теми, кто они есть. Такими, какие они есть. Понимаете? Вот. Ну, и выходит, выходит, что вы, вот, тратите, как бы, вот, свою энергию и свои силы на, ну, вот, немножечко в отношениях, то что нужно. Вот. К сожалению, повторю. Вот. А на это выходит очень много ваших сил. Говорит одно, делает другое. Да? Почему? Потому что говорит то, что нравится. То, что вам нравится, делаю то, что хочу. Вот. Потому что если скажу то, что хочу, если скажу то, что хочу. Вот. То не понравится. Как бы. Поэтому буду вот хитрый. Это как раз позиция, ну, позиция ребенка по отношению к родителю. Понимаете? То есть ваш мужчина ведет себя с вами как с родителем. Потому что вы есть родитель, вы занимаете родительскую позицию. Вот. По отношению к ним. Родительские позиции вы себя пытаетесь защитить. этим строем, устраивать и очень, ну, такие вот, дисфункциональные, дисфункциональные отношения. К сожалению. Вот. Потому что, ну, с родителем. Как бы, да. Какие отношения по отношению к родителям. Только вот такие вот. Вот. Этот человек, кстати, я уверен и со своей мамой, в принципе, такие же отношения, как бы, выстраивал, или выстраивает, что и вы, что и с вами, вот, скорее всего. Я не уверен, но, скорее всего, вот так. Ну, а этот человек вас тоже не случайно выбрал, в общем и целом. Вот. Отседование, понимаете, да? Дальше. Дальше, у вас депрессия, я очень много начала плакать. Ну, что вы понимаете по депрессии, вот, сейчас слово очень модно, вот, не всю депрессию, что человек считает депрессией, вот. Вы разрешите как-то вот несколько усомниться в ваших словах, относительно того, что у вас депрессия, вот. Ну, как бы, депрессивное состояние, да, может быть, но депрессия, как бы вот, извините, да, я пока, ну, не очень, скажем так, вам верю, вам верю. Не потому, что я вам вообще не верю и считаю, что вы, как бы, обманываете, а просто потому, что нужно удостовериться, что вы, как бы, говорите о том, что, ну, действительно, депрессия, потому что депрессия – это весьма тяжелое психическое заболевание, вот, и, как бы, требуется медикаментозное, вот, в том числе, лечение, вот, то есть, как бы, вот, это, ну, вам нужно это понимать, вот, если мы говорим про депрессию, вот, а вы пишете, что стали плакать, вот, вы пишете, как бы, вот, что стали плакать, а вы так-так снимаете напряжение, скорее всего, с одной стороны, а с другой стороны слезам вам явно что-то дают, вот, то есть, вот, было бы, ну, неплохо смотреть, что вам дают слезы, может быть, ощущение, что вы слабы, что вас нужно пожалеть, вот, может быть, что-то еще, тут много вариантов на самом деле, может быть, вот. Ну, слезы вам для чего-то нужно, так вы, опять же, выражаете и отреагируете те чувства, которые у вас есть, вот. И я бы сказал, что, ну, в целом, это хорошо, именно в целом, именно в целом, это здорово, что вы можете плакать, что вы, как-то, вот, ну, можете своим числом дать выгод какой-то, да, вот, это здорово, в принципе. Но, важно, как бы, в этот момент, эм, да, важен момент, точнее, как бы, насколько конструктивно вы этим пользуетесь, вот, и не манипулируете ли вы этим, в принципе, я сейчас поплачу, и ты, как бы, вот, сразу сделаешь вот так, например, как, там, допустим, я хочу, к примеру, ну, вот, этого желательно избегаться, конечно, потому что, ну, ничего хорошего из этого не получится, если вы будете вот в таком, как бы, ключе действовать, вот, потому что, и слезы ваши, вот, в данном случае очень обесценятся, вот, ну, то есть, как бы, ничего не будут означать, ничего не будут стоить, вот, к ним не будут прислушиваться, не будут, просто, ам, присматриваться, вот, а сами слезы будут восприниматься негативно, вот, то есть, как бы, ну, на самом деле, это, вот, очень, такой, опасный путь, скажем так, который вы здесь выбираете, вот, и вопрос, на мой, ну, на мой взгляд, да, вот, он в том, понимаете ли вы это, вот, ну, ну, в смысле, отдаёте ли вы себе отчёты в том, что делать. Дальше. С валерьянкой не расстаюсь, ну, как бы, да, то есть, напрягайтесь и расслабляйтесь, естественно. Бывает такое, что у нас всё замечательно, в мире согласен, а от чего это зависит? Как? Чего это зависит? Это когда, в данном случае, ты всё делаешь так, как я хочу, или я всё делаю так, как ты хочешь, вот, от чего зависит-то, то, что у вас, вот, ну, как бы, в мире согласен. А, да, то есть, как бы, вот, видите, вы, как бы, описываете свои отношения, но, как будто бы, от вас вообще мало что зависит. Вот, вот, как бы, то есть, вот это очень тревожно, что от вас, как бы, ну, практически не зависит ничего. Что, вот, что как будто бы не вы своими отношениями управляете. Понимаете, да? Вот. А это означает отсутствие, как бы, контроль в контроле. Дальше. Также не даю им играть в игры, так как у меня в прошлых отношениях и за них был дурдол. Ну, вот здесь вы не замечаете, как очень жёстко нарушаете личные границы человека. Вы пишете, я не даю ему играть в игры, потому что в прошлых отношениях у меня и за них был дурдол. Как можно человеку что-то не давать? Особенно, если вы его любите, если вы его уважаете, цените, принимаете и так далее. Как можно человеку что-то не давать, если он играл до вас? Дальше. Вы говорите, у меня в прошлых отношениях и за них был дурдол. Так, чья это проблема? Это проблема ваша, что у вас и за них был дурдол? Или это проблема молодых людей? Вы понимаете? На самом деле всё очень просто. Вы встречаете меня, а я играю в игры. И почему я должен отказываться играть в игры в игры, чтобы быть в отношении к вам? Да? Да, как бы. То есть постарайтесь услышать меня, что это, ну по большому счёту, очень похоже на манипуляцию такую. И как бы, хорошего в этом ничего нет. А про то, что у вас, как бы, ну в отношениях был дурдол, да? То опять, что значит был дурдол? Вот, что вы, как бы, ну, что вы имеете в виду, говоря про дурдол? Это раз. И два. Какой ваш вклад в этот вот самый дурдол? Потому что это же ваше отношение? Без вашего участия вряд ли дурдол мог бы быть. Опять же. Понимаете, да? То есть в чём здесь незрелость? Незрелость здесь в том, что вы, по большому счёту, перекладываете ответственность за какие-то вещи на других людей. И как бы говорите, что, мол, это ты виноват. Помолодые люди виноваты в том, что, как бы, ну, дурдом. Вот. А на самом деле, как бы, не виноват, может быть. Никто. Просто вы людей таких выбираете. Вот. А вам бы определиться со своими ценностями, например, что, допустим, что игры в зло, к примеру. Да? Ну, просто вот игры в зло. Говорите вы. Если вы выбираете таких людей, вот, ну, для общения, для взаимодействия. Вот. Которые с вами солидарны, которые считают, что игры в зло. А так получается просто, ну, что вы, да, как-то, ну, вот, к себе относитесь несерьёзно. Что вам, вот, игры не нравятся, да, а вы, несмотря на это, как бы, всё равно выбираете тех людей, тех мужчин, да, вот, которые, как бы, ну, в игры, в принципе, играют. Вот. Вот. Пытаясь, как бы, их, вот, ну, перевоспитать. Чего из этого, как бы, хорошего будет, я не знаю. Вот. Но, судя по тому, что вы, вот, говорить, наверное, ничего. Судя, 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 ну, судя, вот, по вашему, как бы, описанию. Судя по вашему описанию. Судя по вашему описанию. Проблема, да, ну, ничего хорошего. Фу. Дальше. Он пообещал не играть, но играет. Говоря мне, что нет. Он либо сможет видеть, либо в предпринимации. Понимаете, да? Вы, вот, сейчас, вы, при желании, ну, могли бы увидеть. А, как получается, в районе, то есть я хочу играть, в игры, но мне нельзя, и поэтому я буду, ну, как бы, врать. Вот. Потому что, если я не буду врать, то, как бы, да, что тогда, ну, будет, что тогда, как бы, случится. Случится скандал. Понимаете, да? Вот. И вас не беспокоит, например, то, что вы, человек, ну, как-то, ограничиваете, вот, о том, что он, ну, как бы, в том, что он хочет. Да, вот. Но это не смущало, судя по всему. Вот. Я вас не пытаюсь обвинить, а, сейчас, в чём-то. Я просто, вот, больше говорю о том, да, что вам на это нужно своё внимание обратить, обратить просто. Вот. Потому что это, ну, это важный момент. Дальше. Дальше. Так. Мы с ним обменялись паролами и серцетей на всякий случай. На какую всякий случай? Вот. Это продолжение. Продолжение. Нарушение личной границы. Вот. А мне, что у него соцсет, своя. У вас, как бы, своя. У него своя. Своя. А, у него своё, как бы, вот, психологическое пространство. Пространство. Своё личное пространство. Вот своё. Это нормально. Но вы обменялись. Зачем? Для чего? Не сложно догадаться. Промыть недоверие. Ну, или, вот, то, что вы объясняете, да, это, вот, как вы это объясняете, это, то, что, вот, боюсь его потерять. Вот. Понимаете, да? Какая штука. Вот. И страха потерять, хороших отношений, не без страха. Так что, про страх потери, он про, эээ, ну, про личные проблемы. Про страх одиночества. Что, в своём, как бы, означает, что, вот, я себя не очень принимаю. Вот. Ищу про определённые вещи. Вот. Сейчас это, ну, не так, не так важно сейчас об этом, как бы, говорить. Вот. Вот. Ну, понимаете, как бы, вот, всё, одно на одно, как бы, накладывается, да, и получается такая, вот, уже, достаточно, о, хорошая, полная картинка того, что происходит. Вот. Дальше он заходил с моего телефона на свою страницу. Так у него сел в телефоне, я об этом забыл, я хотела зайти в свой пароль, увидела, эээ, значит, хотела зайти в свой профиль, открыл с его страниц, случайно видела приглашенную игру, не стала ему об этом говорить, просто смс сразу удалил. В тот момент, когда он взялся, мне все не будет больше играть, ибо, как он говорит, я знаю, что ты пережила. Вот. Здесь вы перекладываете как-то ответственность, да, и на человек. Я пережила, что ли, и ты, значит, ты за это ответственен. Понимаете? Вот. Что, как бы, про зрелость и незрелость отношений. Поймите правильно, люди могут поддерживать друг друга. Вот. Но тогда, когда они этого хотят, во-первых, когда им это легко, и, эээ, исключительно, исключительно, как, как бы, по желанию. Вот. Здесь же, эээ, не сложно увидеть, что, ну, как бы, пророждение идет с вашей стороны. Понимаете? Как, как, какая штука. Дальше. Идем. Дальше. Так. А, позавчера тоже ночью собрался и лег спать, но Мэг пошел с другом, чтобы могла встречать девушку на группе, когда же были очень много гляния, и говорили, что Ромак. А, какая вам разница, как бы, ну, где он, с кем он и так далее. То есть, понимаете, как бы, здесь вот про что, про то, что вы, как бы, своей жизнью не живете. Здесь про то, что, как-то вот вам интересна жизнь, эээ, вот, человека, больше, чем, эээ, фая. Понимаете, как-то вот вы живете этой жизнью, эээ, больше, вы живете, эээ, ну, как бы, больше, эээ, его слои. Вот. И вопрос, который вам нужно себе задать, а каким образом так получается? Вот. Каким образом так происходит? Почему так происходит? Вот. Почему для меня так важно, что делает он, эээ, а не то, что делаю я? Например. Вот. Понимаете, да? Какая история здесь, какая ситуация здесь. Вот. Это вот, к сожалению, то, что, вот, как бы, ну, часто называется любовной зависимостью. Вот. То есть, вот, ну, психология это называется любовной зависимостью. К сожалению. Вот. Ну, так, как бы, об этом и речь в данном случае. Вот. Точнее, вот, про это, именно это я, в принципе, имел, я, ну, имел в виду. Вот. А, когда говорил, что у вас, вот, ну, вероятно, от любовной зависимости от вот человека, вот, ну, от вашего, вот, ну, мужчина, как раз. Вполне может быть. Вот. Ну, тут, ну, нужно выяснять, ну, тут нужно выяснять, что нужно смотреть. Вот. Нужно, ну, убедиться в этом, достовераться в этом. Нужно. Понимаете, да? Надеюсь. Все. О чем здесь речь? Дальше. 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 Я, когда об этом узнал, у меня эфирик, либо больно, когда любимый врет. А, больно, когда, не когда любимый врет больше. А, больно, когда человек не соответствует вашим ожиданиям. Скорее. А про это вы здесь говорите больше. Это действительно верно. Но, как бы, вопрос заключается больше в том, как мне кажется. Откуда у меня, вот, такие, как бы, ожидания, вот, человек. Не знаю, как. Вот. И, как бы, ну, адекватные ли они эти, ну, ожидания. Ну, вот, вот это, вот это важный момент, на мой взгляд. Вот. Так, если, как бы, ожидания, как бы, так хватны, у вас. Вот. Вот. Это одно, это хорошо, здорово. А если, если нет, что тогда. Далее. А, значит, так, от чего больно? В тот момент, когда я ему говорю, собрали, верю в каждое слово. Приводите, да? Дашь-надашь. Я тебе говорю правду, и ты мне говори правду. Вот. Ну, из-за этого, конечно, мы поругались. Вот. Вы здесь не отдаете себе отчет в, эээ, своей ответственности. Скандалы, ссору. Это очень важный момент. Это очень важный момент. Потому что, без вашего вклада, да, не было бы ссора. Знаете? Такая штука. Поэтому, вот, так важно увидеть. Возникла, эээ, конфликтная ситуация. Как вы с ней справились? Через ссору. Да? Вот. Чего вы надеетесь добиться через ссору? Да? Вопрос. Дальше. Эээ, так, он обвинил меня. Это нормальная защитная реакция. У меня была ужасная истерика. Вот так вот. Это больно, я не могу удерживаться. Даже знаете, у меня проблемы с сердцем. Здесь у вас, на мой взгляд, проявление истерии. То есть, типа, у меня больное сердце. Посмотри, что ты со мной сделаешь, да? Такая игра. Бывает ощущение, если я с ума с ума. Не понимаю, почему он так со мной поступает. Даже отговаривал с Богом. Насколько помню, спрашиваю у него за что он так со мной. А здесь вот за что вы так со мной. Это детская позиция. Вот. Дальше он тоже мне никогда не врал. Все дочери, на основании за мной был. Я тоже спокойная сама по себе. Ну, не похоже. А полностью не врать невозможно. Будет, когда ругаемся у меня либо истерика, либо фонечка атака, либо депрессия. Ну, да. Психологическая игра. Канал. Это началось не так давно. Надо смотреть, с чего началось. Я не отрицаю, я безименно ревнивая. С этим нужно работать. Я ревнованно не потому, что я там, где все пытаюсь потерять. Это тоже проблема. Это проблема. Вот. Подскажите, как быть? Я очень люблю этого человека. Я не хочу его терять. Я не верен, что любовь это не желает потерять. Когда мы любим, мы желаем человеку счастья. И мы готовы его отпустить. Вот. Как избежать от этих депрессий панических атак? Ну, психотерапия. Стройку врачу, чтобы излечить болезнь. Что мне сказать или спросить моего молодого человека, чтобы не брал ничего. Это так не работает. Что я могу сделать? Начать работать над собой. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего доброго и удачи. Нашли?